Всем хай сталкер с вами Энжель и сегодня у нас будет такой своеобразный обзор сталкера зов припяти на андроид это мой первый видос 2020 году надеюсь что все будет нормально ну и долгая конечно здесь загрузка 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва подхваченная ветром радиоактивная была частично последствия аварии оказались настолько серьезными что правительство зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились строго охраняемую железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация через возобновилась доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытых 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом на несколько мгновений наступила полная тишина и было видно как в небе испаряются облака потом пришел страшный грох до сих пор не могут начнется объяснение с учреждением экспедиции неизменно заканчиваются трагедии в порядке все левшие рассказы о животных мурантах обладающих поразительными соцсетями 2009 год на территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствуют от одной до трех сотен неучтенных лиц эти люди называют себя сталкерами 2010 год несмотря на расположенные по периметру кордоны сталкерство приобретает все больше размах но исследованы только окраины в 2012 году сталкер по прозвищу стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов мощного излучателя способную разрушить разум человека и отключил его после этого сталкеры массово ринулись к центру зоны одни искали легендарный клондайк артефактов другие не менее легендарный исполнитель желаний в изменившихся условиях совет национальной безопасности обороны украины то ли это у всех то ли только на моем калькуляторе данная сцена очень баганая плюс ко всему как видимо она еще и подвисла сама сама пришлось из нее выходить короче есть какие-то небольшие проблемы с консценой как я помню лично мне кажется что здесь эта аптечка лежит по приколу не получается у меня никак вызвать кнопку действий чтоб ее забрать как ее забрать кто ее знает ну что погнали на скадовск стоп я же здесь не был короче говоря я потерялся в лесу это было воскресенье я ехал к бабушке надо шел на участок я продолжил идти дальше блик здесь много этой травы живописненько ладно окей пойду дальше опа нифига короче нашел этого сталкера при второй попытке сискотовск так как в первый раз я заблудился в итоге меня удивило то что есть действительно ходячий живой мпс который умеет при этом еще и говорить ладно боже как же здесь красиво я теперь могу дышать полной груди короче вот вам инвентарь здесь доступно только одно оружие потому что у остальных либо заоблачные цены либо но не активно думаю это видно только вот эта трава меня уже бесит ладно пойду дальше офигеть то что болото да ну нифига так ладно все пора идти домой так вот сюда вот стоп я же здесь не был да и вообще домой это куда туда или туда да ну нафиг я что потерялся в лесу да не быть такого не может этого не может быть так домой это вот были не потерялся без паники главной соники главное без паники очень нервничать нервничать о да лучше порви листочек так я в окружении огромного леса что мне делать ладно уж пойду куда-нибудь чтобы не на одном месте стоять стоп я же могу воспользоваться компасом а блин я же нет компаса а блин и он есть телефоне может быть здесь надели посмотреть на все сверху да нет бред какой-то ладно буду просто ходить по лесу беги бля беги куда пробежал тут просто повсюду одна трава даже под ногами так главное не нервничать блин я хочу есть а тут вокруг ничего съедобного нет ни грибов тебе не ягод ну что не помните эту локацию помните это место я думаю помните некоторые считают первым делом некоторые вторым по сути некоторых приводят садовская и которые приходят сюда сами вот тут мы встретили парня которого спрашивал про артефакт но в итоге нам пришлось перестрелять всю его банду стрельба кстати здесь довольно таки такая прикольно лучше дать буду просто гулять по лесу вот тут как я помню у нас была аномалия почему здесь нужно было какой-то артефакт вроде как найти также здесь стояла парочка сталкеров но к сожалению здесь их нету в том числе кстати аномалия но я думаю что их добавится после заметили как игра летает как фпс выросла на пустой практически местности без таких крупных объектов а а а а Продолжение следует... 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 Мы тоже не можем. Так. Что мы тут умеем? Хм. Ладно. Кстати, нет, дверь ничего нельзя сделать. Стоит тоже, видимо. А зайти-то что там? Не получилось. Ладно. Что у нас тут? Давайте попробуем, может, по лестнице подняться. Так. Мне это предельно не нравится. Мне это не нравится. Так. Интересные комнатки, конечно. Есть две. И, кажется, с ним можно взаимодействовать. Да. Обана. Смотрите, какой вид открывается, как хорошо мутантов было повалить. Жаль, тут прицела оптического нет. Можно было постреляться с наперки. На эту лестницу возможно залезть? Так. Давай. Давай, давай. Нет. К сожалению, нельзя. Ой, фпс повысился, когда на небо посмотрели. Знаете, это особенность вообще многих игр. Посмотреть на небо и фпс сразу же станет больше. Пальчики сигарет. Влиять на ее никак нельзя. Короче, ребята, давайте вы теперь как-то сами без меня. Ну, то есть, я озвучивать не буду. Вы посмотрите сами, что тут, по сути, у нас есть еще. ТОНСКОЛОВАНИЕ. 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 Продолжение следует... А вот теперь глянь на лицо этого сталкера и он хочет, чтобы ты поставил лайк этому видео и обязательно подписался на мой канал. Сделай это и все у тебя будет хорошо. А это был обзор... Сталкер Зов Припять для Android Build 0.0.5 Специальный новогодний билд.